Простой в производстве, долговечный, недорогой, способный выдержать большую нагрузку. Кирпичом пользовались еще до Рождества Христова и продолжают складывать из него сооружения по сей день. Почему этот строительный материал так востребован до сих пор и как его делают сегодня? Давайте разберемся. Податливая во влажном состоянии и твердая, и прочная в сухом. Разнообразные свойства глины и привлекли к ней внимание древних зодчих. Сырье для производства кирпича доставляют из карьеров. На заводе глину пропускают через так называемые бегуны – огромные металлические колеса, которые вращаются и перемешивают массу. Помните мультфильмы или картинки, где ослик с опущенной головой покорно шагал на привязи по кругу? Оказывается, ослиная поступь заменяла древним строителям те самые стальные бегуны. Копытами животное размельчало глину. Правда, времени на этот процесс уходило в разы больше. Да и соломы многовато. Чтобы глина стала пригодной для изготовления кирпича, ее нужно высушить. На это уйдет не день, не два, а целая неделя. Когда она потеряет влагу, массу будет легче измельчить. Отлежавшуюся глину с помощью крана подают в накопитель. А из него – на транспортерную ленту. В этой установке массу еще раз переминают и пропускают через два многотонных барабана с зазором в один сантиметр. Чем однороднее сырье, тем качественнее получится кирпич. Теперь глину пропускают через форму под давлением и выходит так называемый кирпичный брус. После формовки кирпич еще мягкий. Вот так вот можно лепить из него все, что угодно. После их отправляют на сушку. Ну, а вот этот пойдет на повторную переработку. Сотни лет назад кирпич уплотняли не сложной электрической техникой, а сколоченным деревянным молотком. Или того проще – ногами. Глину накладывали в форму, скребком убирали излишки. Потом брали тикмарь в руки и уплотняли глину. Для того, чтобы она не прилипала к столу и к молотку, посыпали песком. Здесь в уголке у нас был насыпан песок. Формованный и уплотненный кирпич отправляли в специальный сушильный сарай на целое лето. За три месяца из стройматериала выходила влага. А после его запекали. Если в кирпиче останется хоть немного воды, от быстрого нагрева она вскипит, увеличится в объеме и разорвет изнутри керамический камень. Сегодня будущие кирпичи сушат не три месяца, а лишь три дня. Процесс налажен в специальной камере с теплым воздухом. В этой тени чуть больше 40 градусов. Теперь их укладывают на специальные вагонетки и по рельсам отправляют в длинную печь. Обратите внимание на цвет. Кирпич пока что желтовато-серый, но к концу производственной цепочки стройматериал покраснеет. Внутри печи три отсека. Сначала кирпич нагревают, потом происходит обжиг. Это самое горячее место. Внутри температура почти тысяча градусов. А в третьем отсеке кирпич постепенно остужают. Достать кирпич с пылу с жару нельзя. Из-за резкого перепада температур материал может треснуть. Выжидаем. Вот вам и свежеиспеченные кирпичики с румяной корочкой. Дело в том, что в глине содержится природное вещество – оксид железа. При нагревании оно меняет свои свойства и окрашивает стройматериал в красный цвет. Там же в печи обожженный кирпич приобретает свойства, за которые его ценят сотни лет. Керамика не очень прочна на скалывание или изгиб. То есть не так сложно отколоть кусочек или разломать пополам. Но в то же время, чтобы раздавить один такой кирпич, нужен вес в две сотни килограммов. Поэтому кирпичная кладка способна выдержать огромные вертикальные нагрузки. А еще пусть вас не смущают отверстия в кирпиче, отмечают технологи. При увеличении пустотности, независимо от количества пустот, марка кирпича должна оставаться прежней. Эти пустоты не только не влияют на долговечность и надежность построенного здания, но и в прямом смысле облегчают работу каменщиков. За счет пустот кирпич становится легче. А еще пористый материал сохраняет больше тепла. Жители такого дома не должны замерзнуть. Оказывается, иногда нас греет не сама керамика, а ее отсутствие. Все из-за того, что молекулы воздуха находятся на расстоянии друг от друга, и им сложнее передать температуру своим соседям. У твердых тел молекулы расположены куда ближе, да и сцеплены между собой в кристаллическую решетку. А значит, нагреваются и остывают гораздо быстрее. Поэтому все объекты, где свободно гуляет воздух, отлично сохраняют наше тепло. Что у нас вот сейчас тут на объекте происходит? Строим баню, возводим стены, полтора кирпича плюс утеплитель. Что значит полтора кирпича? Это значит, что облицовка полкирпича и стена один кирпич. 25 сантиметров в длину, 12 в ширину и 6,5 в высоту. Когда-то габариты кирпича вывели опытным путем. Они считаются идеальными для чередования поперечной и продольной кладки. То есть длина кирпича – это две его ширины, плюс место под раствор. А высота такова, чтобы мастеру было удобно брать кирпич одной рукой. Зачем нужна перевязка? Для того, чтобы все кирпичи работали как единое целое. То есть, чтобы здание было устойчиво. Сейчас на улице у нас переменная облачность. Возможно, пойдет дождь, поэтому наша съемка чуть не сорвалась. Потому что кирпичную кладку не кладут в дождь. Потому что раствором можно замарать лицевую часть кладки. А удалить раствор можно только специальным составом, который может замарать фасад здания. А также, допустим, если в стене идет утеплитель, то он может намокнуть, что тоже недопустимо. Ну так, научите, что делать. Раствор. Раствор, говорят, надо. Больше? Да, больше. Больше растопор. Вот штука. Много. Кирпич беру. Этот можно? Так, кладу. Вот так я видела, делаете. А вот сюда нужно растворчика засунуть. Давайте, позасовывай. Ну а, так прям. Сейчас. Все. Это как печь в тортике, только сложнее. Мне кажется, в бригаду к вам уже можно меня брать. Ой. По уровню надо, да? Вот по меточке, да? Сейчас он сделаю, а он упадет потом в домик. Преимущество кирпичной кладки – это большой запас по прочности для коттеджного строительства. И удобство устройства различных ниш, устройства крепежа, прокладки коммуникаций. Материал используется уже больше тысячи лет. И все его минусы, плюсы в долгосрочной перспективе, особенно минусы, мы говорим про риски, они известны. Если возвести стену с учетом всех требований, сооружение простоит века. Он выдерживает большое количество циклов заморозки-разморозки. Осенью набирает влаги, начинаются заморозки, влага замерзает, начинает распирать материал. Кирпич устойчив к вот этим воздействиям атмосферным, вот благодаря этому здания и стоят сотнями лет. ВСМОТРИТЕСЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ ПОВНИМАТЕЛЬНЕ ВСМОТРИТЕСЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ БЛОКИ ЗАМЕНЯЛИ ОТДЫХАЮЩИМ МАНГАЛЫ А В ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУПИ КИРПИЧ БАНДИТЫ ОТБИРАЛИ КОШЕЛЬКИ У ПРОХОЖИХ В ТЁМНЫХ ПЕРЕЛУЛКАХ Мы покупаем одежду кирпичного цвета и научились делать лицо кирпичом. Сегодня этот стройматериал цементирует нашу жизнь и обеспечивает ей любую желаемую высоту. Ведь с ним так приятно работать.